итак дорогие друзья все доброе утро всем доброе утро лонжур из иерусалима значит все мы из иерусалима будем сейчас изучать мишки притчи царя салмона сегодня у нас 230 урок и мы уже перешли к 30 главе ведь и старин у меня есть такой талмуд старинный 1800 какого-то года это как раз шелхан арух шелхан арух сборник закона до получим хорошо ладно потом получим если что надо поискать и так значит сегодня сегодня доброго ранку все доброе утро сегодня мы не будем продолжать дальше учить 30 главу потому что я не успел подготовиться к уроку и мы но мы повторим потому что повторение мать учения повторения важнее тот кто читает читает книги или учит тору и потом не помнит у него нету с харли муд это очень интересно это написано в трактате про ход на шестом листе сказал равзера игра депирка рейда это награда за урок это что спешка на урок когда человек бежал народ спешил на урок он этим он выражал свое намерение учить тору приближаться к богу до рука тодина или и за это ему есть награда но так как большинство раша объясняет большинство после урока не помнят о чем был урок да в отличие от наших уроков где мы делаем выводы и стараемся запомнить но большинство людей говорит раше после того как они послушали дрошу какого-то такого большого раввина в синагоге или где-то послушали что он рассказывал и они не помнят они не могут повторить то что он сказал раша говорит у них нет награды за изучение торы с харли муд нет у них они не запомнили но у них есть награда за то что они стремились поэтому у нас давайте так есть очень важная такая вещь может комиссарук нас смотрит что это впервые вот мы учили сказал рабиоси акуэн вы кольма цейка юлишем шамаем все твои дела пусть будут во имя небес а и есть еще одна там мишна такая я сказал оси рациона делая волю бога делая волю бога как свою ты волю делал бы и дышу я сыра цена как и рационал для того чтобы он выполнил твою волю когда ты будешь молиться как его волю и учи тору это это воля бога это бог нам сказал как все работает и можно да я слышал такое даже определение что тора это как это та идея по которой создавался мир и это же чая идея идея бога и когда мы обмениваемся идеями то изучая тору как бы мысль бога интеллект бога если так можно сказать идеи бога входят в голову человека и входит человек в резонанс богом все значит сейчас мы будем повторять притчи царя соломона мы одновременно войдемся с резонанс с царем соломона мудрейший из людей шлома мэллах это представьте что вот как будто бы он нам говорит ведь это же мишли это то мудрость торы которая прошла сквозь него и он посчитал нужным ее выражить как винт выразить как квинтэссенцию своих мыслей да это его ход мысли это его программное обеспечение и вот значит давайте давайте сейчас я обычно так делаю я задумываю какой-то какой-то вопрос и тот отрывок который я изучаю он соединяется с моим вопросом внутри а так как отрывок это это тора это от бога то получается что как будто бы бог не дал ответ на этот вопрос который я задал мышление это всегда соединение мысли внутри человека и он берет мысль чью-то он и услышал потом он ее обработал потом у него стала мысль его которая вообще внутри у него варилась может быть много лет потом он посоветовался с тем-то кто-то ему добавил какую-то мысль потому он увидел имя рифаэль волк волперт шалом и скак и у него рифаэль а слово вызвало еще какую-то ассоциацию то есть мышление человека это набор ассоциативных автоматически меняющих друг друга мыслей если мы туда вставляем слова торы то тогда это как зерно божественное зерно божественный свет ну давайте каждый думает свой вопрос каждый думает свой вопрос так каждый думает свой вопрос и будете на три отрывка три вопроса можно подготовить у меня первый вопрос я задумал все так открылась 6 глава 6 глава открылась отрывок 17 Значит, отрывок 17. Мне к моему вопросу очень сложно его привязать, этот ответ, но давайте посмотрим, да? Значит, Объясняет Вилеса Гаон три вещи в этом отрывке. Έναемромод – это гава, гордость в человеке. То есть у каждого человека есть какое-то количество гордости. Что такое это гава, что такое это гордость и чем она отличается от уверенности и бетахона? Значит, гордость – это качество очень плохое, а уверенность и бетахон, уверенность в боди – это качество очень хорошее. Чем они отличаются? И наем рамот, это говорится про гордость, глаза высокие. Значит, высокомерие. Когда человек видит себя выше, чем другие, это называется гордость. Значит, это качество запрещенное. Лошон шекер, это в речи. То есть, человек смотрит на себя, как будто бы он выше других. Дальше, он лошон шекер, он говорит обман. Здесь очень интересно, что, в принципе, практически любая, практически любая речь, которую человек использует, говоря внутри себя с собой, с другими, она является, как сказать, не эметом. Например, я приведу простой пример. Как-то вот спросили Равыска Казильбера, Зехроноса Депе Враха, значит, что такое, когда говорят в книгах, людям истины. Анше и Мэтт, или говорят Анше и Маосе. Люди дела, люди истины. Часто упоминается вот в книгах по Аллахе, по закону. Объясните, кто это такие. Он говорит, я вам сейчас приведу пример, что такое человек истинный и чем он отличается от человека обычного. Говорит, вот когда-то, он рассказывал, то ли в Таштенте, то ли где-то в Казани, кто-то из старых таких вот, пожилых-пожилых таких евреев, которые вот именно цадите, да, таких были. И он заходит с улицы и идет, на улице дождь такой, да, он заходит мокрый. Его спрашивают, что дождь на улице? А он такой остановился и подумал, и говорит, когда я был там, был дождь, а сейчас, я не знаю, я не на улице. То есть он даже в маленькой детали, он старался выразить свою мысль так, чтобы она максимально была близка к истине. Но все равно любое слово, которое пытается описать реальность, оно уже само по себе реальностью не является. Но что такое шейтер? Шейтер это вообще обман, когда человек осознанно искажает реальность. То есть высокомерие, язык лживый, когда человек искажает реальность, выедаем швахот дам нати, и тогда рути человека такого, они уже делают, они проливают чистую кровь, то есть это уже зло в действии. Значит вот эти вот три качества, они существуют в мире, к сожалению, они существуют в мире, и значит нужно от них остерегаться, потому что в зародыш они есть в каждом человеке, это то, что называется злое начало. И только человек цадик, праведник, он с этим борется, и он убирает у себя вот эту вот гаву, он убирает у себя шейтер, и он убирает у себя действия неправильные. А злодей, он этому позволяет расти как сорняти, знаете, как есть поле такое, и на поле, на поле есть сорняти, так за сорняками не надо ухаживать, если только ты перестаешь их выпалывать, они прям вырастают два метра ростом, не надо их ни поливать, ничего, они прям растут, растут, и они убивают всю хорошую растительность. А хорошая растительность, овощи, цветочки, фрукты, за ними надо ухаживать, за ними надо ухаживать, их надо в себе выращивать, понятно, да? Отлично. Второй отрывок, давайте второй вопрос, давайте второй вопрос, задумываем второй вопрос, есть у кого-то второй вопрос? Давайте, все задумываем второй вопрос. Значит, какой-то второй вопрос. У меня, я подумаю потом, как сопоставить, но, значит, мне, на первый взгляд, у меня не соединились, первый мой вопрос, и ответ, вот этот вот, вот этот ответ, пока я не увидел. Разве что, может быть, что мой вопрос, он проистекает от того, что во мне есть эти качества, может быть, сам вопрос, он из этого корня вырос, да? Что сам вопрос, он неправильный, сам по себе, может быть, то есть это намек. Хорошо, давайте дальше. Второй вопрос, второй вопрос. Все, прям надо задумать к Богу вопрос такой, да, к Богу. Значит, второй вопрос, задумали? Все, приготовились, начинаем. Так, вот, это 11 глава открылась, 28 отрывок. Бутэх бэшро уйполь. Тот, кто полагается на свое богатство, он упадет. Кэ ало цадитим и фраху. Тиале. А, тиале. И как листья цадите расцветут. Правильно, ты расцветут. Значит, тут интересно очень, да? Бутэх бэшро уйполь. У меня вот сейчас было очень, прямо, сейчас мне попало. Значит, человек, большинство людей в этом мире, прямо, есть прошивка такая внутри, да? Они гоняются за деньгами. То есть, так устроен мир, что с детства нам объясняют, показывают. Мы сами видим ценность денег. Деньги можно поменять на все, что угодно. И человек, он большую часть своей жизни, я говорю про нормального человека, 99% людей, они проводят большую часть своей жизни. Вначале они учатся, чтобы потом иметь возможность зарабатывать деньги. А потом они работают, потому что они вынуждены, им это нужно, прокормить себя, прокормить семью, если у них есть семья. Да, купить себе что-то и так далее. То есть, если мы посмотрим, человек всю свою жизнь, возьмем там с 20 лет, например, да, после института, и до там 70 лет, 50 лет, основные годы жизни, человек проводит большую часть времени на работе. Зачем? Зарабатывая деньги. Все ли стремятся к богатству? Есть, которые сильно стремятся, есть, которые хотят, но не стремятся, есть, которые не верят, что это возможно, но деньги любят все. Деньги любят все. Так, во всяком случае, из моего опыта идет. Теперь, когда у человека приходят деньги к нему, он может полагаться на свое богатство. Он думает, вот мне богатство, мне деньги решат все мои проблемы. А я вспоминаю, недавно есть такой Евгений Черняк, и он написал очень красивый пост. Он говорит, деньги действительно помогают решить проблемы, большинства из которых не было бы, если бы у тебя не было денег. То есть, деньги, они, человек стремится к деньгам, он себе создает проблемы, потом решает эти проблемы с помощью денег, но если бы он не стремился к деньгам, у него бы этих проблем не было. Например, человек работает большую часть времени, не занимается своим здоровьем, потом он заболевает, с помощью денег он может получить лучшее лечение. Но если бы он час или два в день занимался своим здоровьем, профилактикой, физкультурой и так далее, он бы не заболел, он был бы здоровый, красивый и такой, да. Дальше. Человек может решить проблемы какие-то с законом, если у него есть деньги, но если бы у него не было денег, у него не было бы проблем с законом. Ну и так далее. То есть, значит, здесь нам дается конкретное указание царя Соломона, чтобы мы не полагались на свое богатство, вообще на богатство, как на решение проблем. А на что мы должны полагаться? Садите, те, кто действуют правильно, выполняют заповеди, то есть идут по божественным заповедям, их не нарушают, они будут как листья расцветать. Почему взята такая метафора листья? Если мы посмотрим на листья, то они же не работают. И они как бы, бог дает просто силу расти всему живому. Представляете, земля, на земле вот эти все деревья, травы, лег, это, если бы не было зелени, не было бы кислорода на земле. И все это растет, из земли растет, коровы съедают эту еду, люди съедают коров, вся вот эта круговорот воды, но растения-то, они расцветают сами по себе, потому что бог им дает силу. Все, если человек в садик, если он праведник, то бог ему дает силу, и он расцветает. Второй вопрос тоже понятен. Все, третий вопрос, третий вопрос. Есть контакт? Готовы? Давайте, думаем, третий вопрос. Готовы? Все. Третий вопрос. Так. Значит, одиннадцатая глава, тридцатый отрывок. При цадик-эцхаим. Плоды цадика, дерево жизни. В элуках не фашот хахам. И берет души мудрец. Так, что имеется в виду? Значит, имеется в виду следующее. При цадик-эцхаим. Плоды цадика, дерево жизни. Дерево жизни это Тора. И вообще, все, что вот, например, например, смотрите. Вот человек живет, все, что он делает, все, что он делает, его слова, его мысли, это семена, которые дают дальше какие-то расти. Например, человек взял и пошел тренироваться. Пошел он тренироваться. Значит, какие вырастают на этом плоды? Плоды тренировок. Человек пошел учить Тору. Вырастают плоды Торы, мудрость, знания. Человек, начиная делать заповеди, вырастают плоды заповедей. То есть, цадик, он выращивает древо жизни. Как говорят, что Тора, это древо жизни для тех, кто за него держится. То есть, все идет жизнь в этом мире, жизненность такая, добро, любовь. И жизненность в мире грядущем, это Тора соединяет человека с вечной жизнью. Велуках нефашот хахам. Значит, нефеш, это животное душа в человеке. В человеке, в любом человеке, есть животная часть, которая живет абсолютно по своим законам. Это инстинктивная его часть, как внутренняя БМА такая, да, животная. Есть интеллект, есть Тора, которая, 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 значит, Тора, которая нам показывает, как правильно жить, древо жизни. Теперь хахам, тот, кто знает Тору, он побеждает свою нефеш, свою животную душу. И он еще так же работает с другими людьми вокруг себя. Это я вот сейчас спрашивал, как мне детей воспитывать, чтобы они были цадиками. Так это хахам должен луках нефашот хахам. То есть, он должен их, как бы, дети, они как маленькие осленки, да, то есть, у них как маленькие козленки, царь Соломонов так называет, как маленькие жеребенки. Дети как жеребенки, козленки, осленки, а маленькие дети, как свиньи, которые ползают везде, все в рот тащат, ничего не знают. То есть, нужно уметь хахам, он, понимая, как все работает, он пытается, он, зная, как работает психология, зная, как работает мозг человека, тело человека, Душа человека. Ха-ха, мудрец, он управляет этим всем, да, то есть он выходит на позицию управления, выходит на позицию восприятия себя с более высокой точки, то есть когда человек выходит на духовный уровень и понимает, что я душа, он начинает наблюдать за своим интеллектом, за своим телом, за своей жизнью, он начинает за этим наблюдать как хозяин этого всего, не как участник, потому что быть участником это Очень странно. Ну, то есть, да. Хорошо, друзья, все, вот мы изучили три отрывка. Первое, что зло, оно, к сожалению, есть, и надо с ним бороться. И оно есть на уровнях, вот то, что я для себя понял. Зло есть на уровне, значит, мыслей, разговора и действий. И это зло есть внутри, внутри каждого из нас. Дальше. Второе, то, что мы поняли, что на богатство не надо полагаться, оно не решает проблемы. А надо чем заниматься, значит, как цадик расцветать. И третье, то, что я понял для себя, что плоды цадиков, когда ты выполняешь митцвод и так далее, это древо жизни, оно расцветает. И нужно уметь, уметь побеждать вот эту свою животную натуру. Все, это мои выводы. Значит, все, готовимся к Песоху. Значит, очень важно, сейчас будет важнейший день, исход из Египта. Чуть-чуть осталось, вот в эту субботу, в пятницу вечером, это день Песох. А в Песох это прыжок. Это возможность духовного выхода из рабства, выхода из ограничений своих старых моделей, схем, привычек. И когда, когда вот, если правильно подготовиться к Песоху, и потом пасхальная года, и интересно, я такой недавно прочел один, как бы, хедуш такой, это Рав Яков Баум. Он разослал его, это я у него когда-то учился в Ешиве. Он говорит, смотрите, вот интересно, что там есть отрывок такой в Агаде, когда сидели в Бнейбрате, сидели раби Атива, раби Элизар Беназаря, кто там был еще? Раби Юшуа и рабан Гамлеель. Они сидели в Бнейбрате и всю ночь они говорили о исходе из Египта, да? Всю ночь они проговорили. И он обратил внимание, говорит, представьте, это же было после разрушения храма. Они еще сидели до этого в храме, ели Курбан Песох. Они видели все величие и тут все это разрушено. Римляне все разрушили. И они вместо того, чтобы отчаяться, расстроиться и так далее, они всю ночь они вспоминали о исходе из Египта и они понимали, из любой ямы, из любой темноты, из любого места, которое кажется плохим, человек может, если он управляет своим мышлением, своей душой, если у него есть Тора, он может выйти из любой ямы. Из любой ямы. Они всю ночь говорили о исходе из Египта и из любой ситуации плохой есть падение для поднятия. Всегда можно из любой ямы выйти. Все. И в Песох давайте, чтобы мы не в яме, слава Богу, чтобы мы вышли из уровня одного Михаила Лехаль, чтобы мы поднялись из одного высокого уровня на другой. Все. Удачи, успехов. Всем пока.